Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. Пространственный слух. Ну такие, в общем, понятные слова, но сочетание не так часто встречается. Что такое пространственный слух? Это наша с вами способность находить источник звука в пространстве, как вы догадались. Давайте самый простой пример. Вот когда вы теряете, не можете найти свой мобильный телефон, что вы делаете? Еще раз. Ага, да, точно. Вот тут кто-то паникует, кто-то там думает, а что же с этим делать, а кто-то туда звонит, ну с какого-то другого телефона. Это и помогает нам на звук найти свой телефон. Вот это такое самое простое проявление нашего пространственного слуха, нашей способности. Она у нас с вами у всех есть, но мы с вами как-то особенно сильно не задумываемся о том, какие механизмы ее обеспечивают. Вот давайте сейчас об этом и задумаемся. С одной стороны, это, безусловно, очень сложные механизмы, связанные с высшей нервной деятельностью, но с другой стороны, они довольно просты и сводятся всего к одному единственному сакраментальному вопросу. Вот к этому. В каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. Именно так. Наш с вами мозг, господа, он ежесекундно отвечает на этот вопрос. В каком ухе у меня жужжит? Давайте коротко вспомним. Кто не вспомнит, сейчас узнает. Значит, что такое звук? Звук — это волна. Вот у нас есть физики, они подтвердят, это действительно так. И волна имеет свои характеристики, такие как, например, длина, частота, скорость распространения волны и прочее, прочее. И вот эти характеристики со своими параметрами, они в нашем с вами случае разносятся по воздуху. Ну, потому что мы с вами находимся в воздушной среде и здесь и слышим звуки. Вот где-то у нас появился источник звука. Волна начала распространяться, встретилась с нами, с вами, ну, то есть с головой нашей в первую очередь. И далее начинает взаимодействовать со слуховым анализатором. Вот так выглядит наш слуховой анализатор. Ну, помните, да, биология, там, анатомия, восьмой класс, как-то это было так. Это наше с вами ухо. Первым на пути звука у нас появляется вот это вот чудесное образование, которое называется ушная раковина. Далее следует внешний слуховой проход, барабанная перепонка, про которую многие слышали, да, и три самые маленькие косточки в нашем организме. Все они передают сигнал далее к органу слуха улитки, а вот в улитке уже находятся волосковые клетки. Ну, так они называются. Это непосредственно рецепторы нашего с вами слуха. Они совершенно волшебным образом преобразуют энергию волны в энергию электрохимического нервного импульса. И импульс этот передается по восходящим нервным волокнам в мозг. Ну, вот где-то здесь должен был быть мозг. Ну, у нас он есть и хорошо. И вот там, собственно, в нашем мозге, в определенных участках, которые ответственны за все это дело, происходит обработка информации. Вот тут-то и начинается самое интересное. В чем отличие пространственного слуха от простого слуха? Дело в том, что наш мозг за считанные, просто за доли секунды, обсчитывает поступившую информацию из правого и с левого уха. И дальше он сравнивает. Какая временная задержка была перед тем, как звук попал на второе ухо? То есть на какое-то он приходит раньше, на какое-то позже. Потом он сравнивает разницу в интенсивности и многие-многие другие параметры. Вот так вот сравнив показатели с обоих наших ушей, мозг делает вывод. Он уже с детства начинает строить себе схему определенную и говорит нам, звук с таким параметром находится вот там. Иногда зрение приходит на помощь и производит такую калибровку этой информации и уточняет не вот там, а вот там. И в следующий раз мозг более точно определяет направление звука даже без помощи зрения. И вот к нашему с вами возрасту ошибок восприятия обычно уже не наблюдается. Мы с вами отлично справляемся с поиском источника звука в пространстве. Но все же, все же иногда могут такие ошибки произойти. И вот теперь тот самый эксперимент, на который Сережа, наш ведущий, к сожалению, не годен. Поэтому я попрошу вашей помощи. Кто из вас готов, кто уверен в своем слухе, пожалуйста, да? Проходите тогда, пожалуйста, вот сюда. Итак, где же наш испытуемый? Давайте поприветствуем, ну, смелый же человек. Как вас зовут? Значит, ваша задача будет закрыть глаза. Ну, когда мы вам скажем, сейчас можете не закрывать. Затем мы вас немного покрутим. Ну, помните, как в детстве играли, да? Вот надо покрутить перед тем, как это неинтересно, иначе посмотрим, как человек крутится. Значит, потом мы посадим вас вот на этот стульчик. И вы буквально в следующий момент услышите, как вокруг вас какие-то хлопки раздаются. Задача просто рукой показать, где вот этот вот хлопок. Все, больше ничего. Голову не поворачиваем, глаза не открываем. Спасибо, Костя. Вот это первая часть эксперимента. А, где же ошибки, думаете вы? А это для того, чтобы продемонстрировать вам, что все в порядке со слухом. У Кости, как у нас у всех, все отлично. Мы здорово ориентируемся в пространстве. Но вы не думайте, что все так просто. Сейчас будет вторая часть эксперимента. Мы усложним задачу Костя. Значит, я прямо даже не знаю. Будем пользоваться вот такой вот штуковиной. Ну, буквально нанотехнологии, господа, обратите внимание. Значит, это такой ободочек с прорезанными дырочками для ушей. Для чего он нам нужен? Мы сейчас с вашего разрешения, Костя, наденем вам это на голову. Сейчас я сначала объясню. Она, эта штука, одновременно закроет вам глаза и ушные раковины прижмет к голове. Но и это не все. После того, как мы вас снова покрутим, естественно, да, вам нужно будет сделать вот так вот ручки. Сделайте вот так, пожалуйста. И к голове приложить обе. Вот так вот. Вот таким вот образом. Вот так вот появятся новые ушки замечательные, чтобы не было скучно без старых, которые будут прижаты вот этим вот ободочком. Значит, а дальше мы вас снова посадим. Вы вот так вот усядете и снова услышите хлопки. Задача та же самая. Просто показать, где этот хлопок находится. Вот и все. Показали, вернули руку назад. Так, мы поправим сейчас все. На глаза не жмет? Все отлично, говорит Костя. Ну и замечательно, поверим ему на слово. Встаньте, пожалуйста. Повернитесь боком, чтобы все увидели, что здесь есть прорези для ушей. Как фокусник себя чувствует, да, значит, никакого обмана. Все по-честному. Повернитесь еще немножко. Здесь то же самое. Отличная вестибулярка, значит. Отличная вестибулярка, значит. Спасибо, Костя. Большое аплодисменты вам. Сейчас я объясню, что с вами происходило. Это все абсолютно нормально. Не пугайтесь, с вашим слухом все хорошо. Никто не пугайтесь за Костю. Все отлично. Итак, что же сейчас произошло? Мы, усложнив задачу, Константину сделали следующее. Мы его уши развернули на 180 градусов. Поменяли параметры приемника. Наши уши принимают звук и влияют на его характеристики, те, которые поступают в мозг. И поэтому теперь звук, который приходил спереди, стал приходить с характеристиками, с какими бы он приходил, если бы он был сзади раньше. Поэтому мозг запутался. Запутался он в конец, потому что решил в одном где-то месте, там звук есть, он решил для себя довольно все просто, константно. Вот там звук и все отлично. Иногда еще бывает вот куда-то сюда. Звук уходит сюда, сюда. Вот так же у нас было. Это не определенные области. Звук как бы вот так начал курсировать вокруг, и параметры его потерялись. Но вот смотрите, мы изменили всего один параметр принимающей системы, и уже произошла ошибка. А теперь представьте, что происходит с маленьким ребенком, который растет, развивается. У него меняются все параметры. Размер головы, размер ушных раковин, их относительное положение на голове. Ребенок сначала постоянно лежал, потом начинает ходить. Все это очень сильно влияет на параметры звуковосприятия. И вот, собственно говоря, именно этого и касается мое исследование. Мы с коллегами в лаборатории слуха изучаем, как у маленьких детей формируется пространственный слух. Мы изучаем, какие механизмы появляются раньше, какие позже. В чем отличие детского слуха от взрослого слуха? Ну вот, например, мы выяснили, что у ребенка, значительно позже прочих систем, формируется взаимодействие между зрением и слухом. Ну вот в плане определения пространственного слуха, поиска источника. У него есть какие-то неопределенные зоны, которые постепенно только начинают быть определенными для поиска звука. Мы изучаем также факторы, которые на все это влияют. Зачем, спросите вы, все это делать? Интересно, конечно, похлопали, все отлично. Но для чего это нужно? Нужно это в первую очередь для того, чтобы мы, зная нормальное развитие системы, могли на ранних этапах диагностировать какие-то отклонения. Согласитесь, это очень важно. А в дальнейшем, быть может, мы научились их корректировать. Но не только клиницистам могут быть интересны такие фундаментальные исследования. Вот, например, все системы объемного звука, все стереосистемы, они ведь построены как раз-таки на знании о том, как наше с вами пространственное восприятие функционирует. Ну и кто знает, какие еще открытия будут сделаны в этой области. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо, Даша. Вижу вопрос. В твиттере почему-то люди вопрос в твиттер не задают, обсуждают только футболку Кости. Давай, прошу. Нам она, кстати, тоже понравилась. Кто и расскажет? Расскажи. Ты знаток, эксперт, давай. Да, естественно. На одной из первых наших репетиций мы решили попробовать из ребят-организаторов вытащить вот точно так же, как мы Костю сейчас вот на сцену вывели, и попробовать провести этот эксперимент. Случилось так, что мы начали хлопать в первой части, и что-то какие-то у нас сбои пошли, звук куда-то уехал влево сразу. Вот так вот у нас… У меня сразу работает, как с повязкой. В общем, он где-то там курсировал. Сразу где-то там был. Мне повязка не нужна. Да. И в чем оказалась сложность? Сергей нам сразу сказал, ребята, у меня тут с правым ухом чего-то… Прохлит, короче. Жужжит в обоих ушах, как в ролике, в общем-то. Примерно так. Такие дела. Давайте по сути, по исследованию… Давай. Да. Ваше исследование поможет вернуть глухим людям влух или поможет предотвратить глухов? Поможет ли это исследование вернуть глухим людям слух или предотвратить глухоту? Такой вопрос был. Прошу, Даша. Спасибо большое за вопрос. Это действительно очень важно. К сожалению, на данный момент вопросов возвращения слуха мы, конечно, не касаемся. Мы пока что только изучаем развитие для того, чтобы предотвратить какие-то отклонения в развитии слуха. Если вдруг такие возникнут. Потому что если мы будем знать факторы, которые влияют на формирование, то мы сможем их вовремя отслеживать. Соответственно, предотвращать. Мы надеемся на это. Возможно, короче. Еще вопросы? Давайте. Прошу, пожалуйста. Есть ли какая-то разница в восприятии слуха в зависимости от языка? Есть ли разница в восприятии слуха в зависимости от языка? Ага. Тут мы возвращаемся к моей основной специальности, к психологии. Ну, безусловно, не говорю о психофизиологических механизмах, потому что они у нас с вами формируются одинаково вне зависимости от расы, языка, национальности и всего остального. В дальнейшем накладываются какие-то особенности восприятия, потому что наш язык формирует наше восприятие во многом. И вот в этом уже есть отличия. Но мозговые механизмы, которые за это отвечают, они такие же. Спасибо, Даша. Ну, давайте последний вопрос от вас. А слышали? Вопрос всем слышно было, нет? Ты можешь повторить вопрос? Да, я повторю. Значит, вопрос касается того, что, я сказала, в детстве происходит калибровка с помощью зрения, для того, чтобы уточнить, где находится источник звука. И вот вопрос, что будет во взрослом возрасте, если, например, мы будем подавать громкий звук, как если бы он был близко, и показывать при этом объект далеко. Ну, и наоборот, произойдет ли какой-то сбой. Правильно я, да? Значит, во-первых, калибровка происходит постоянно в течение жизни. В первую очередь, конечно, это детство наше, когда все это формируется. Но и в течение жизни это происходит. И вот этот вот вопрос об эксперименте, да, если поменять вот эти параметры. Это тоже калибровка, и калибровка произойдет. Нашим ведущим органом является зрение, в отличие от слуха. Слух подстраивается под то, что видит зрение. И постепенно при определенном научении, при определенном опыте произойдет вот эта вот калибровка, и мозг поверит зрению. Спасибо, Даша. Ваши аплодисменты нашему спекеру. Спасибо. Один момент. Хорошо. А эксперимент-то опасный. Вы заметили, что Костя не вернулся в зал? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...